Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Сейчас мы поговорим о подходе к изучению языкового программирования в школе Бовсуновского. Смысл такой. Изучить несколько языков, писать сайты, мобильные приложения, серверную часть и масштабируемые приложения на разных языках, которые можно связывать в одно. То, что требует современное время. Сейчас перейдем к тому. Пока просто посмотрите разделы, я сейчас поясню. А мы пока перейдем к коду. Ребят, сейчас вот с ребятами школы, вот прямо после этого урока, мы займемся настройкой среды разработки VS Studio, да, кода, где будем в одном окне работать с тремя языками. Это очень эффективно. Я работаю, обучаю языкам давно, начал изучать с 2009, с 2013 работаю из школы. Написал более, наверное, 17 суток видео, уроков. И с 2017 года начал думать над подходом, действительно, как эффективно дать язык и вырастить профессионала. Вот кратко я сейчас это изложу. Значит, мы создали с вами проект. Вы пока просто смотрите, чтобы суть понять. Вот здесь GC, здесь у меня уже установлена и нода GC. Будем работать с нода, с фреймворками. У меня установлен Kotlin. То есть, у меня работает Python. Поэтому, пока я открою самые простые файлы, которые я заготовил. Например, возьмем, чтобы понять. То есть, я работаю на GC, да. То есть, вот это первое. Вот, допустим, выводится язык программирования JavaScript. Сейчас выведем на Kotlin. Так, он у меня там был выведен. Поэтому тут я его закрою, чтобы порядок был. Сразу мы работаем с Kotlin. То есть, здесь мы видим, уже выполняется другая jar. И тут у меня вообще был патт. Python. И Python. Я работаю на Python. Значит, смотрите. Секундочку. Уберу это. Смотрите. Стараюсь ответить. У вас, скорее всего, возникают вопросы, почему эти языки я выбрал. Следующий вопрос. А насколько это эффективно? Но сначала давайте вот что сделаем. Сначала вот что сделаем. Сначала давайте посмотрим схему. А теперь вот просто послушайте. Элементов немного, как вы видите. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Когда вот открываешь любую книгу, как устроены книги по изучению языка? Ну, классическим методом идут описания, то есть, классические методы, описания типов данных. Это все правильно. Я тоже раньше так делал. Но столкнулся с тем, что, в принципе, человек изучает, а у него в голове крутится вопрос. Когда я буду писать на этом языке? Зачем мне это? А что это делает? И... А вспомните в жизни. Когда вы что-то делаете, вы всегда, в первую очередь, пытаетесь понять принцип. Согласитесь? Понял принцип и погнал. Так вот, именно, уже накопив за эти годы опыт, я решил просто полностью изменить принцип. И вот, в чем он заключается теперь в обучении в школе. Смотрите. Все банально просто. Есть объект. Все эти языки объектно-ориентированные. Мы будем изучать именно в угле зрения объектно-ориентированное программирование, где в центре будет стоять объект. Ну, что такое объект? Там в Википедии будет написано, это некая сущность. Ребят, грубо говоря, посмотрите вокруг себя в комнате. У вас стоит компьютер, какие-то еще вещи, монитор, то есть, системный блок, монитор, там, все. Это все, это все объекты. Теперь возьмем компьютер, возьмем там кулер, системный блок, в системном блоке возьмем там блок питания, это тоже объект. Блоки питания, запчасти, это тоже объекты. То есть, это все объекты. По сути дела, если простыми словами, объект это то, что имеет некие свойства. То есть, посмотрите на любую вещь в вашей комнате, да? Посмотрели, ну, допустим, там, я на картинку детей смотрю. Это есть рамка, она имеет цвет белый, то есть, имеет размер. По сути дела, когда есть какие-то свойства, вот это и есть объект, который можно изменить, можно с ним куда-то перемещать, то есть, применять методы. Банально просто. А теперь подумайте, написаны огромные тома, да, книг, я много тоже изучал книг за свою жизнь, пока я занимаюсь программированием, все это важно. Но в голове вот такая вот каша, давайте убирать кашу сразу. В центре ставим объект. А по сути дела, дальше мы строим свое обучение банально просто. Я сейчас вот строку буду писать. Есть объект, да? То есть, по сути дела, мы поняли, что у нас объект это все. Дальше. Есть переменные. Ребят, все имеет имя. Будете читать. Переменные – это область памяти. Все верно. А вы на себя посмотрите. Нам же главное ничто в языке, потому что зачастую новичок изучает язык, язык себе, новичок себе о мысли. Он смотрит, допустим, в окно, видит там некую картинку, он же не задается вопросом, а как я это могу все оцифровать? Потому что язык у него где-то там. Это что-то техническое. Ребят, язык делался по подобию нашего мышления. Поэтому в этом ключе изучаем. То есть, есть мы, мы должны, не должны, а мы изучим определенные методы, то есть определенные категории языка, чтобы мы могли уже их связать в своих мыслях. И, например, смотря на автомобиль, уже не просто там, допустим, нам надо автомобиль загнать там на стоянку, а мы уже в голове будем конвертировать эти понятия. Ага, автомобиль у меня будет переменная такая, я создам класс, то есть конвертировать свои мысли в категории языка. Для того, чтобы все это потом рассказать компьютеру и в виде программы веб-сайта или чего-то другого показать другим людям. По сути дела, поэтому не надо заморачиваться. Все имеет имя. То есть, смотрите, у вас есть телефон. Вот телефон, он и называется телефон. В голове, представляя словосочетание телефон, вы представляете, допустим, телефон. Да? Это и есть ваша переменная, которая относится вот к этому объекту, телефону. Следующий момент. Есть функция. Функция это некое действие. Некое действие. Например, функция описывает цвет, функция описывает какое-то действие покрасить, побелить. Функция может все, что хочется описывать. Смысл в том, что функцию можно вызывать много раз. Иными словами, это программа, которую можно повторять много раз. Ваш утренний рацион. Например, вы пьете кофе. Вы каждый день встаете, пьете кофе, кушаете, кто-то чай. Но это определенные действия, порядок действий. То есть, вы тоже выполняете действия, которые для вас в голове попить чай. То есть, пойду побью чай. То есть, это вы прописали в голове функцию, которая будет включать. Следующее. Взять кружку, нагреть воды, насыпать. То есть, все это вы можете повторять каждый день. Вы же не встаете с утра и думаете. Так, ага, сегодня я не знаю, что делать. Сяду-ка я напишу, что мне делать. Так вот, конечно. Поэтому у вас просто в голове это происходит моментально. А наша задача, как программистов, это все разложить на технические... Описать техническими словами, которые дают нам языки. Словами, понятиями. Дальше есть класс. Описаний класса много. Кто-то говорит это там чертеж, кто-то говорит по-разному. Ребят, если очень просто. Вы сейчас сами дадите определение класса. Потому что зачастую, что делает новичок? Он читает. Это там чертеж. Это там план. Это там то. А он думает, понимаете. А я вам расскажу по-другому. А вы придумайте себе сами определение, как вам будет понятней. Представьте дом. Да? Дом. В доме есть дверь, окна, комнаты, крыша, потолок, там фундамент. Так вот. Нам надо дом описать в программе. Представьте, у нас нету определения класс. Не придумали разработчики языков. По сути дела, что бы мы делали? Мы описываем один дом. Да? Описываем окна, как объекты, или там как что, двери, крышу. Потом все это собираем. Когда мы хотим построить следующий дом, мы опять начинаем с нуля описывать окна, двери. То есть, получается, мы делаем топорную работу много раз. Это неудобно. Вот поэтому придумали класс. То есть, по сути дела, есть дом, да? Есть окна в нем, есть крыша, потолок. Мы один раз написали, и когда мы назвали его дом один, и когда мы хотим второй дом построить, нам не надо описывать окна там, двери по-новому. Мы просто-напросто в программировании копируем, грубо говоря, в программировании это называется наследованием. Мы просто называем класс дом 2, и все, что было в том, у нас запланировано, окна, двери, оно переходит в дом 2. Единственное, если нам надо, мы поменяем там расцветку, размер комнат. Это уже дело техники. То есть, мы занимаемся только нужными процессами. Не рутинными. Вот для этого. А что это для вас? Чертеж или план? Назовите сами. Это все будет правильно. Самое главное, чтобы вы поняли, в чем смысл. И, смотрите, вот здесь функция, а вот здесь дальше класс и метод. Метод. Функция в классе называется методом. Всего лишь. Да, она отличается только тем, что надо указать, что она выделяет место. Но это уже технически. Но, по сути дела, это то же самое. То есть, то же самое, но только называется в классе, который подчиняется классу, методом. То есть, та же функция. По сути дела, мы это уже знаем. И операции. Операции. Ну, например, допустим, когда мы будем писать функции, мы будем разные писать там, если, if, else, если, то так, потом там дальше операции. Какие-то методы, вот берем там число, умножить, разделить, добавить. То есть, в языке, в языках очень много заготовленных методов, которые, ну, будем, я их назвал просто сейчас, может, не совсем корректно, а операции. И все, оно будет относиться ко всему, да? Вот и все. Теперь, вот, вот именно данная простая схема и есть точка сборки в голове. Все будет крутиться вокруг этого. Теперь вопрос. Вопрос такой. Вопрос такой. Так просто? Да, ребят? Так просто. Просто большинство книг по-другому, ведь книгу просто не напишешь. А вот такое обучение, да, вот, это можно создать. Книги написаны как? Например, типы данных мы здесь забыли еще. Объект типы данных. Сейчас. То есть, смотрите. Типы данных. Например, число. Числа должны быть? Должны. Например, строки. Мы хотим там что-то написать. А строка должна быть. И другие разные типы данных. Например, надо, вот, вы их используете тоже каждый день. Ну, например, зайдите к себе на кухню, да? У вас будет шкафик, шкаф. И там будет все собрано. Вот это можно, как бы мы в языке. Что шкаф, это был бы у нас список. То есть, перечень объектов, принадлежащий, находящихся в шкафу. Если вы так будете думать, то вам очень легко будет с языком. Все. Вот схема изучения. Все остальное в языке и в языках укладывается в эту схему. И, ребят, смотрите. Сейчас мы... Ведь язык на самом деле совершенно не важен. В языка языки схожи. Но, не но, не но, не но, не но. А, вот, что я хотел сказать. Сейчас мы это посмотрим. Почему именно такая схема? Почему я вам не говорю, вот как я с 2013-го тоже делал в классическом варианте. Сначала объяснял, что такое типы данных. Это было долго. Потом дальше, что такое функции. Сейчас мы будем все это делать. Только будем делать в смешанном варианте. Путаницы не будет, поверьте мне. Чем обусловлен выбор данной темы? Ну, конечно, просто за все эти годы, сколько информации прошло, конечно, она собирается профессионально. В отличие от новичка, новичок просто не знает, поэтому он читает то, что вообще попадется. А теперь подумайте. Я вам говорю, а вот так давайте сделаем. А вы скажете, а вот почему так? А вот, ребята, потому. Смотрите. Смотрите. Секунду. Возьмем для примера. Я открыл нода. По сути дела, мы будем изучать в школе нода. И сейчас мы уже посмотрим, как он работает. То есть, прямо сейчас с учениками будем устраивать. То есть, мы работаем в нода GC. Сейчас я остановлюсь, что это такое и вообще. Ребят, обратите внимание на ту же документацию нода. Как мы видим, да, класс. Класс. Если вы откроете библиотеки Python, то вы увидите все основные библиотеки. Это тоже класс, либо методы, либо функции. То есть, три. Либо класс, либо метод, либо функция. Да, там много других. Где-то есть строка, где-то есть число. Но основная структура это классы. Потому что мы говорили о доме, помните? Чтобы не переписывать. Так вот. Вот этим он и удобен. И если мы так будем воспринимать сразу язык, конечно, его изучить просто. Мы сэкономим время. Будем изучать три языка. Ну, прежде чем рассказать о языках, давайте вот посмотрим по классам. Закончим, да? Вроде бы сложно. Да ничего сложного нет на самом деле. Вот берем класс на Python, да? Также возьмем класс на Kotlin. И здесь возьмем класс на GC. Сейчас вас, я имею в виду новичков, не должно интересовать, понимаю, не понимаю здесь. Все это будете понимать. Я сейчас принцип просто рассказываю. Секунду. Я открою. Чем удобно VS Studio, что здесь это позволяет работать, открыть с тремя языками. Скажите, пожалуйста, даже если вы не сталкивались с программированием, то у всех трех языков конструкция класс называется класс. Абсолютно верно. Иными словами, ребят, запомните простые вещи. Все языки схожи. В чем проблема у новичка, почему он не может выучить язык? По одной простой причине, потому что неправильно работает без методики. Когда мы изучаем несколько языков, нам не надо ничего учить, потому что наш мозг работает, естественно. А наш мозг как привык работать? На отличиях хорошо, плохо, горячо, холодно и промежуточные состояния. Но все равно, вот когда мы работаем с тремя языками, с тремя языками, мы, у нас мозг работает отлично, при этом мы понимаем, мы понимаем, что происходит в каждых языках. Запомните, вот сама запись, что она по-разному, это такая мелочь. Оно все это привыкнется. Но давайте запустим класс на Python. То есть меня зовут Валера, меня зовут Света. Сейчас мы запустим класс на Kotlin. И здесь, вот он, это статический язык. так, это не то, он ниже будет. Первый блок инициализации, второй блок, то есть, сейчас я поясню, почему я это показываю. Сейчас поймете. И на GC здесь мы описываем прямоугольник, высоту, ширину, то есть задали, и вывелось 100. Ну, так мы решили. Понимаете? Смотрите, одно дело, вы открываете язык, и начинаете нечто там изучать. А другое дело, вот мы с вами так рассматриваем, потом рассматриваем в трех языках. Мы создание класса, устройство класса. И, смотрите, когда мы, допустим, у нас есть сам класс, из чего он состоит, основное, да, то есть, ключевое слово, дальше у нас идет название класса, и дальше у нас идут там, либо идет скобочка, где находятся параметры, либо аргументы, с чем мы будем работать. А дальше идут вещи. А как все, вот это, так, простые слова не могу подобрать. Как инициализируется, да, допустим, если, то есть, сейчас, сейчас, сейчас продумаю. Ага, иными словами, устройство класса, устройство класса, то есть, а как мы в нем опишем какие-то свойства, звук, цвет, действия, абсолютно верно, при помощи методов. То есть, тех же функций. Значит, мы будем изучать функции, а тут методы. И вы начнете понимать, когда вы изучаете Python класс, изучаете Kotlin, потом изучаете класс GC. Во-первых, вы имеете в ход три языка. Во-вторых, потом вы сможете писать вообще на любом языке. Потому что просто основные понятия, я сказал языки схожи, для вас будут известны. Дальше. У вас уйдет страх, то, что переключение, ага, это закончу изучать, то начну, это забуду. Не забудете. Почему? Потому что мы будем работать в этом режиме нормальном, что ваш мозг вынужден будет переключаться. Но самое главное, что уже на первых этапах вы сами будете, ага, а вот это так в Python, а вот так в Kotlin, а если это в Python, а если это в Kotlin. И вы знаете, у вас начнется процесс переосмысления. Самое главное, что вот эта структура языков, она у вас прорастет. Понимаете, как я говорю, прорастет. Уже затянул видео, поэтому здесь смысл понятен. Мы сейчас будем настраивать. Теперь перейдем к школе. На самом деле, именно вот как я рассказывал, так оно и есть. Когда я думал, надо, чтобы было очень просто, очень понятно. Подготовка, да, это установка системы, настройка сред с нуля. Вот это с нуля, то, что мы с вами сейчас и проходили. То есть смотрели, да, мы начинаем работать, вникать в синтаксис, вникать в понятия и сразу писать. Этого было бы мало. Раздел, раздел становления. Вот здесь мы работаем с продуктами. Мне просто сейчас экономии времени, но я допустим уже установил здесь нода и экспресс. Вот есть фреймворк Django, мы с ним будем работать. Есть экспресс на том же нода. Что такое нода? Я не ответил вопрос. Вот есть язык, да, JavaScript, а есть нода. Это среда выполнения языка JavaScript. Что это дает? Например, браузеры, ну, имеют какие-то ограничения. И люди придумали, что, а почему бы нам не сделать среду выполнения JavaScript на сервере? То есть, нода размещена на сервере. Вы можете писать абсолютно любой код, и тогда человек, который просматривает любой сайт, будет видеть любые фантастические вещи. Что можно, почему выбор языков? Такой языки, ребята, выбираются не потому, что можно написать. На них на всех можно что угодно написать. А по рынкам. Есть мобильный рынок, есть веб-рынок, работа с серверной частью, есть рынок программ. Вот, например, на Python можно написать вообще все, что угодно, да, на Django, вот, Instagram написана серверная часть, морда на Java. на Kotlin можно писать не только, он заточен, в первую очередь, под мобильные приложения, но на нем можно писать и сам сервер, и веб-сайты. На Node.gc здесь полностью удовлетворяет потребностям. На Node.gc можно написать любые веб-приложения, а основной фишкой является, что все они могут работать в реальном времени. можно написать программы настольные, но очень-очень крутые, например, программы для медицинского оборудования, для сложных аппаратов, то есть, это будущее у вас есть точно тогда. Например, то есть, когда надо выводить данные сразу в реальном времени. Можно, например, работать с демонами, иными словами, если мы возьмем командную строку, то мы можем все сценарии позаменять на Node, да, и при помощи них работать, улучшать любую работу. По сути дела, ну, тот же Python, Django, я тут не говорю, это настолько мощный инструмент, и так в школе очень много уроков, и будем новые, и Django тоже стал асинхронным, то есть, можно работать с ним в реальном времени, но в любом случае, к любому языку, JavaScript, к любому сайту, приложению, добавит интерактивность, и это классно. Ребят, но мы не посмотрели еще один раздел, я его не пояснил, потому что ради него и переделывал школу. Ребят, раздел разработка, да, по сути дела, если просто сказать, что объектно-ориентированное программирование глубоко, то этого будет мало. Подумайте, вот мы смотрели код, и представьте, у нас есть дом, этот дом надо описать, или целая улица, и просто, вот тогда и начинаются какие-то вопросы, а как это сделать, да, вот, ребят, так вот, раздел разработка, и отвечает за вопрос, именно не просто конструкции, почему, потому что, сейчас, 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 я продумаю мысль еще лучше, вот смотрите, одно дело дом, другое дело описать в программном коде жизнь дома, то есть передвижение владельцев дома, их действия, вот здесь и другие объекты, которые в доме, по сути дела, вот, само ООП, да, начнем там, понятие наследования, полиморфизм, инкапсуляция, вот наследование мы с вами даже познакомились в этом уроке, да, теоретически, это все относится к коду, но вот, понимаете, к самим классам, то есть, что они могут делать, разберемся позже, но, сами классы имеют еще кучу вещей, ну, например, это, сарай, и в нем лежат дрова, да, в нем лежат дрова, мы топим печку, как описать в программном коде, вот, когда задание вам, композиция, агрегация, иными словами, это же надо как-то описывать, взял дрова и описать, что сарай остался, а дров стало меньше, вот, поэтому вводятся разные понятия, взял дрова, а дров стало меньше, тех, которые взял, уже их не существует, программа их уничтожает, мы их истопили, а сарай-то остался, то есть, вводятся разные понятия, и вот наша задача, наша задача, не просто вот, а вот это, агрегация, это так, а посмотреть в коде, ответить на вопросы, а что это такое, а с чем это работает, а как оно выглядит, а как оно взаимодействует, а какие у него свойства, я хочу, чтобы мы это вывели на уровень очень четкого понимания, и чтобы эти вещи стали объектами, тогда они станут объектами вашего размышления, вот тогда вы будете смотреть на улицы идти, как я всегда учу, и вы уже будете прокручивать, вот как бы я писал в программном коде эту улицу, я бы сделал интерфейс или абстрактный класс, потому что сами классы делятся на абстрактные интерфейсы, есть такие вещи, как дополнение миксины, есть декораторы, неправильное слово написал, декораторы, а они в одних языках есть, других нету, но вопрос в том, что вот эти компоненты, их не так много, но именно именно вот это отсутствие тонкого понимания этих вещей и не дает программисту писать любой код, он может изучать язык сколь угодно долго, да, то есть по сути дела здесь сложного ничего не будет, но в языке надо чем-то потом мыслить, если допустим когда мы будем изучать классы, вот как мы говорили в начале разговора, я говорил, что один день дом построили, потом построили второй дом, да, нам уже, когда мы имеем класс, надо просто называть класс по-другому и наследовать, то есть это один момент, то есть первая часть изучения классов, то есть свойства наследования, то есть перенимает, дальше там полиморфизм, дальше там инкапсуляция, ну например там выводите деньги, вы выводите деньги в банкомате, если бы не было, не придумали люди инкапсуляцию, то в принципе ваши деньги мог бы вывести любой, а так как вы вводите пароль, и то есть только вам видна ваша сумма, да, то есть значит в программе есть методы, которые доступны только вот при определенных условиях, при вводе там пароля, да, и они тогда отрабатывают, это первая часть, а вторая часть другие конструкции, иные конструкции языка, о которых я говорил, абстрактный класс, интерфейс, то есть которые в принципе и делают язык богатым, которые и делают программиста профессионала, например библиотека пандас, написан на миксинах, то есть дополнениях, ну что это такое, очень простыми словами, есть страна целая, или есть там предприятие, да, и оно предприятие его производство расположено в разных областях, или в разных странах, но надо внести какое-то действие, это простым языком, например, вот вводим масочный режим во время коронавируса, по сути дела, с одной стороны, мы могли бы в каждом классе, да, описать, если в программном коде, в каждом классе прописать метод, что ввести масочный режим, а мы можем сделать проще, мы можем написать один миксин, одно дополнение, в котором описать условия, что допустим на предприятие не пустят, если нет маски, и добавить его просто, здесь у нас будет абстрактный класс, нашего предприятия, потом филиалы, и добавить его просто в главный класс, дальше во всех классах, это будет условие наследоваться, ну, и проявляться, то есть мы, грубо говоря, пишем дополнение, маленькое дополнение, и это классно работает, да, ну, и так далее, вот, по сути дела, вот, над этими вещами мы и будем работать уже не просто как код, а задавать кучу вопросов себе, коду, как это работает, как я говорил, что это, с чем взаимодействует, чтобы оно для вас ожило, чтобы это стало частью вашего именно мышления, а когда становится частью мышления, когда мы очень четко понимаем, что это такое, и тогда мы будем размышлять, вот это я сделал как миксин, и вот тут я сделаю абстрактный класс, то есть, вот, самое интересное, что каждый человек от природы программист, просто, я вам не говорю, что надо чему-то учиться, нам просто надо рассмотреть понятия, а все вы это делаете каждый день, когда принимаете какие-то решения, идти, не идти в магазин, просто вы это так не называете, а мы назовем это, как это называется в языке, а потом вы найдете аналогии, что оказывается, так вы же это знаете, я это делаю тысячу раз, просто я это не называл, допустим, интерфейс, например, когда вы, каждый сталкивался с деревом, вы привозите бревно с леса, что это? Это интерфейс, вы скажете, какой интерфейс? Интерфейс это какое-то общее определение, ребят, смотрите, привез бревно, распилил, привез бревно, все очень просто, и вы это делаете, сейчас, секунду, ребят, вот смотрите, и потом только мне скажите, что вы этого в жизни не делали, и для вас понятие интерфейс, это что-то там, да нет, 100% делали, вот бревно, мы его пилим, раз, два, три, четыре, распилили, с одной части сделали, ну, я говорю одно бревно, но их может быть много, чтобы шкафы с другой столы, с третьей доски, правильно? Скажите, пожалуйста, производство шкафового может быть классом, может быть, столом может быть, так, теперь давайте подумаем, значит, чего-то здесь не хватает, нам не хватает здесь абстрактных классов, если мы возьмем абстрактные классы, если мы возьмем абстрактные классы, смотрите, интерфейс, интерфейс, дерево, просто дерево, он ничего, в этом и смысл интерфейса, он определяет только какую-то область, но весь дерево мы можем сделать, отлично, правильно, мебель, 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 я специально допустил ошибку здесь, видите, стол, вечер, тоже мебель, чтобы вы себе подумали, мебель, мебель, это абстрактный класс, смотрите, как просто, мебель, абстрактный класс, значит, чего-то опять не хватает у нас, конкретных классов, уже конкретных классов, конкретных, столы, мебель, у нас абстрактный класс, ведь мебель может включать столы и стулья, значит, что делаем, передвигаем сюда, потому что это относится к другой категории, шкафы, согласитесь, просто, мы выстраиваем схему, ведь, и скажите, в жизни вы ничего такого подобного не делали, делали, брали какую-то вещь, или женщины брали какой-то кусок материала, покупали в магазине, а потом шили с него одно, второе, третье, делали, только вы не называли, так вот, а вот эти компоненты, когда мы думаем, это у нас будет абстрактный класс, это конкретный, это интерфейс, вот, теперь это отобразить в программном коде, задать, как оно работает в свойствах, и тогда, оказывается, мы можем легко мыслить, ага, дерево, интерфейс, если я буду работать с делом, определю интерфейс дерева, потом, по сути дела, у меня есть производство мебель, железо, там, и так далее, здесь я определю абстрактные классы, от абстрактных классов я определю конкретные классы, а потом при помощи методов, и, что класс, я делаю код очень простым, у меня получается, большие производства вмещаются в несколько основных блоков, а потом, что я делаю, все правильно, к этому интерфейсу, что я могу сделать, добавить написание плагинов, и пиши себе, обзывай как хочешь, добавляй сюда, туда, туда, просто, понятно, легко, и скажете, что я, я только что рассказал, что-то о программировании сложное, и то, что вы никогда не делали, не поверю, делали, только вы это так не называли, так вот, задача эта, и есть разделы разработки, проявить это, чтобы это понять, очень простыми словами, но профессионально, и при этом, все эти конструкции проработать в коде, но для этого уже много времени, но осталось, есть еще понятие, как правильно учиться, вот здесь, есть, я называю это привычками, я скажу, здесь важно в школе такой алгоритм, что видео, видео урок, видео, является только первым шагом, вся остальная работа будет самостоятельно, и я вам покажу на личном примере, как работать с кодом, с документацией, по сути дела, отвечая на вопрос, что программист, это не который все знает, а программист хороший, это тот, который умеет правильно пользоваться документацией, ваша задача, как вы поняли, и то, что я буду в видео оговаривать, да, это изучить основные понятия, если класс в Python, то он, поверьте мне, вы увидели, класс он такой же и в Kotlin, и такой же он в GC класс, основных понятий немного, они вам дадут ориентироваться в языках, а как, что делается, и допустим, если декораторы в одном языке, а в другом нету, значит, чем-то заменим, да, это уже совершенно другой вопрос, он уже простой, и здесь вам поможет правильная работа с документацией, там много пунктов, я покажу, потому что именно от системы обучения вы будете, с одной стороны, если у вас нет системы, то вам придется запоминать, забывать, а если у вас есть система, а чему я учу в школе системы, правильно пользоваться справкой, делать все эффективно, включается много пунктов, работа со справкой, работа над материалом, работа с инструментами, допустим, жупитер, дальше, описание, правильное описание, то есть, описание кода, повторение кода, то есть, многие мелочи, которые будут вашей системой, и тогда они вас, как винты, как винты, как винты, выбросят наружу, однозначно, то есть, язык будет ложиться, прорастать сам, понимаете, о чем я говорю, ребят, подводим итог, когда нам понятно, что мы будем делать, и для чего нам, то, что мы говорили, то есть, что мы вложим за костяк, то, в принципе, я всегда говорил, чем, почему я так много времени отдаю объяснением, когда человек понимает, что будет делать, понимает принцип, то ему это легко делать, тогда он точно найдет способ, как, когда мы начинаем изучать язык, и при этом пишем там строки, но при этом четко не представляя, зачем они нам, вы никогда их не выучите толком, вы будете постоянно копаться, поэтому я говорю, сначала полная картина, все, все остальное, все это объект, типы данных, переменная, функция, класс, метод, операции, все, это может изучить даже ребенок, есть простая схема, которая применяется в реальных библиотеках, следующее, сама система, подготовка, как говорили, это мы подводим и так, итог с нуля, то есть, изучение языков, то, что мы сейчас и делаем, на примерах постоянно, в коде, в коде, в коде, становление, работа с фреймворками, джанго, работа с библиотеками машинного обучения, пайтон, работа с реальным нода, gc, работа с фреймворками, с фреймворками нода, gc, такими как экспресс, метеор, на метеор, можно написать и мобильные приложения, и веб-сайты, а потом вы уже сможете с любым работать, вот, нода у меня установлена, и у меня установлен экспресс, давайте выполним, я просто готовился к уроку, сейчас сверну, gc, по-моему, здесь, вот первый сайт, сейчас будет, первая страничка у нас заработает, она говорит, пожалуйста, заработал localhost на порту 300, 3000, открываем, первая страница готова, все у нас работает, то есть, смотрите, как классно, да, что простой код, но смысл классно, что все в одной среде, это уже, получается, мы работаем с фреймворком экспресс, сейчас сложно скажете, опять надо подход, сказал мой подход, который я расскажу, до сложного, на самом деле, ничего здесь нету, почему, потому что просто у вас сейчас нету начальных знаний, как только у вас появятся начальные знания, поверьте мне, нода, она не сложная, один из самых простых вещей, нет цели, сейчас ставлю вам цель, что такое изучить нода, это изучить всего лишь 34 модуля, хорошо, вот модуль http, открываем код, ну, класс http, так, здесь я его не писал, ну, ну, хорошо, сделаем по-другому, сейчас по-другому объясню, смотрите, всего 34 библиотеки, если, допустим, берем http, то нам же не надо все учить, мы просто, когда мы будем изучать понятия, мы понимаем, если нам надо работать с ответом сервера, то это response, а дальше, понимая, где-то заголовок, где-то что-то, понимая, что мы работаем с ответом, просто смотрим документацию, и сразу пишем в документации код, по сути дела, это все совершенно реально, но нода сама по себе, в ней надо просто разобраться, мы ее учить, и учить ее не надо, для этого нода что сделала, они придумали встроенный в нее же фреймворк, вот как Django Express, где, в принципе, уже есть куча заготовок, как я говорил, которые уже работают, да, и мы просто тупо пишем код, такой код, чтобы показать страницу, такой-то код, чтобы прописать URL, такой-то код, чтобы прописать следующее, 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 то есть, это смотрится один раз, дальше делается по принципу, вот и все, но ко всему этому придем, и заканчивая, в принципе, я хотел, рассказывал вам именно, чтобы это вложилось, вот в эту вещь, изучите несколько языков, пишите сайты, мобильные, смешанные приложения, с серверной частью интеллектов, и показал, что обучение с первых шагов, до программиста, насколько далеко вы пойдете, это уже вы сами решите, но вопрос там, что школа даст в этом базу, это 100%, спасибо, сайт spb-tut.ru сайт спб-tut.ru